Сегодня я расскажу о том, как настроить магнитометр DIVGeoTec, если вы его только купили, либо привезли в новое место, достаточно далеко от того места, где вы его настраивали перед этим. Итак, если вы только приобрели прибор, и если вы находитесь в Московском регионе, либо в соседних областях, сейчас мы находимся в Тверской области, то никаких дополнительных настроек вам делать больше не нужно, все уже настроено, и если вы включили и прибор не работает, то не нужно крутить ручки и настройки, а следует найти причину того, почему прибор не работает. Причины могут быть следующие. В первую очередь, это наличие рядом железных объектов, либо наличие железа на теле оператора, либо железа в земле. Следующая причина – это помехи. В крупных городах прибор не будет работать из-за большого уровня индустриальных помех. Ну, основные две причины – это железо и помехи. Поэтому, если вы включили прибор в Москве и он не работает, значит, следует вывести его в замкат и попробовать включить там. Сейчас мы рассмотрим вариант, когда вы привезли прибор достаточно далеко, в этом месте совсем другой уровень напряженности магнитного поля, и вам следует установить прибор для работы там. Итак, мы собрали здесь небольшой стенд, там лежит датчик, здесь лежит прибор. Сзади у нас есть измеритель и переключатель диапазонов. Вот он. Когда мы его крутим, переключаются диапазоны. Первое, что нам нужно сделать – это сделать настройки. Настройки. Переходим в настройки и измерений. Итак, поляризация – 1200, ставим, дилай – 30, измерение – 600, центральная частота основного фильтра. Пока оставим 2220. Фильтр B поставим, ну, достаточно большой, на новом месте, например, 200. Вот так. И переходим теперь в ручные измерения и сделаем несколько измерений. Итак, мы видим первый параметр Samples – количество измерений. LOST равняется 1. Количество пропущенных измерений, ну, в данном случае 1 – это хороший сигнал. Волонтильность – 905. Волонтильность – это величина, размах колебаний сигнала. Он должен быть минимальный, так же, как параметр LOST. Ну, в реальных условиях, параметр Волонтильность – в пределах нескольких сотен. Ну, от 300 до 900. Вот сейчас. Нас интересует параметр FR. Здесь, в лирской области, параметр FR мы видим 2228 Гц. Именно этот параметр мы должны ввести центральную частоту цифрового фильтра. Вот здесь он столько же стоит – 2220 Гц. Переходим опять в ручные измерения. И сейчас мы займемся остановкой диапазона измерений на задней панели. Итак, мы видим, что параметр LOST равняется 2, 3, волонтильность 8200 Гц. Это достаточно много. Поэтому мы сделаем один щелчок на задней панели. Так, сейчас у нас стояло 6, сделаем 5. Хочу обратить внимание, что крутить задний бегунок можно только, когда прибор не измеряет, просто стоит. Итак, попробуем еще раз и посмотрим, как изменилось показание. Ну, видно, что LOST 1, волонтильность 817 Гц. Повернем еще один щелчок. Явно стало хуже. Вернем назад. Проверим. Проверим. На всякий случай попробуем и другие диапазоны. LOST 1, волонтильность 614 Гц. Вернем. 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 3399 Гц. 516 Гц. 518 Гц. 581. 392 Гц. Да, это хорошо. Еще разочек. 742. 738. 838. Нет, вернем назад. 570. 538. 543. Необходимо добиться, чтобы при нескольких измерениях Параметры лост и волонтильность оставались в пределах небольших колебаний. Сейчас мы верим лост 1, волонтильность 681. 654. 614. 485. Теперь переходим в автоматический режим. Нажимаем баланс. На неподвижном датчике колебания должны быть в пределах плюс-минус 1, 2, 3. Сейчас мы видим плюс 3, плюс 1, плюс 1, плюс 0, 5, плюс 1, 8, плюс 1, 5. Это нормальные колебания. Значит, мы видим, что прибор отрисовывает гистограмму непрерывно. Величина этих столбиков зависит от размера аномалии. Сейчас мы работаем на чувствительности 1. Если прибор работает стабильно, то можно добавить чувствительности. Например, 2. Двойки тоже работает стабильно. Можно добавить еще 4. Можно добавить еще 4. Включаем в автоматическом режиме и контролируем стабильность показаний. Вот сейчас разброс показаний плюс-минус. минус 2, минус 2, 2, минус 0, 9, плюс 0, 9, минус 2, минус 1,5. Ну, где-то плюс-минус 2, минус 3. Это нормально. Видно, что показания не пересекают прерывистую черту и не раздается звуковой сигнал. Сейчас я держу рукой за провод, использую свою руку в качестве заземления. И сейчас я продемонстрирую, как работает прибор без заземления. Я просто руку уберу. Ну, вот видно, что стабильность пропала. Прибор периодически расстреливает. За прерывистую линию раздается звуковой сигнал. Также необходимо не забывать про железо на теле оператора. Оно может быть в таких неочевидных местах, как, например, ботинках. Особенно очень сильно влияют на магничные предметы, такие как компас, отвертки и так далее. Но я все-таки возьму опять рукой за заземление. И показания прибора вернулись в норму. Чтобы продемонстрировать, как прибор реагирует на такую вот популярную у копателей обувь, как Берция, просто возьмем и поставим возле датчика. Это бесчат Берция. Уберу. Стабильность показаний опять вернулась в норму. Также влияет сильно мобильный телефон, брелки от ключей, сами ключи. Автомобильные пейджеры, сигнализация и так далее. Сейчас я включу мобильный телефон. Вот видно, что прибор сразу начал на него реагировать. Выключил. Выключил. Пищать перестал. Нажму баланс еще. Сейчас еще работает камера, поэтому когда я ее двигаю, он все-таки реагирует на нее. Вот я подвину чуть поближе к датчику, он сразу на нее среагировал. В чистом поле, без всяких электрических приборов, стабильность будет гораздо лучше, чем сейчас в данном тесте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.